Видите, такой романтичный пролаз, фонарь. Она же у него не исчезает. Играли мы в один комбик. Но вот здесь конкретно они могут ходить в принципе в любом обличье, и никто к ним не подойдет и не скажет... Слышь, что это? А здесь у нас кухня. Странно, кстати, не воняет. Вот чисто петербургская картина, посмотрите. Вы подумали, что мы ссать туда пошли или что? Узнать зачем. Вот это Невский, как я только что услышал от женщины, которая вела какого-то мужчину. Я подумал, да, я немножечко более воцерковлен во все, что здесь происходит. Когда-то, когда я жил на Маховой, я знал, что если мне кто-то нужен, я могу встать вот сюда, на этот угол, постоять там и, собственно, встретить его. Вот здесь вот у нас происходит традиционный аттракцион. Надо забросить кошечке монетку. Но мы сегодня будем говорить с вами совершенно про другие времена, когда никаких этих котиков не было. Малость одного была вообще проезжей частью. И я это время прекрасно помню. По-моему, где-то к нулевым годам ее замостили, сделали пешеходной. До этого она, собственно, была совершенно иного свойства. Мы будем говорить с вами про 90-е. Я буду прерваться, потому что я буду подставлять огромное количество фотографий. Тема 90-х сейчас крайне актуальна. Я тут провел экскурсию по этому маршруту. У нас вообще будет здесь еще один маршрут уже «Убить царя». Мы пойдем туда. И будет еще один маршрут про блокад на Ленинград. Мы будем проходить мимо. Я буду показывать здесь массу всяких вещей. Я с 5-го возрождения. И, в общем-то, мой пубертат и вот это все, хочу поблагодарить все, что движется, оно как раз пришло на те времена, в которые у нас получили названия либо «Лихие 90-е», либо «Святые 90-е». Контекст развлечений был совершенно иным. Что такое там бары, клубы и прочее, это вообще забудьте на самом деле. То есть, когда появился там-там, это было самое настоящее событие. У меня есть отдельная проходка по Васильевскому острову, где я там с розовым эрокезом хожу. А главным тусовочным местом в то время был переход подземный, к которому мы подходим. Его в 60-х годах проложили здесь. Он назывался «Труба». Труба холодная. По понятным причинам, почему труба. К сожалению, у меня было масса фотографий, которые где-то посеялось. У меня там есть где в таких круглых очках с бутылкой пива стою на склоне этой трубы, потому что много раз переезжал. И это вы сейчас счастливы у вас, инстаграмчики, контактики, которые это все хранят. А тогда нет, в боях. И здесь чего только не происходило. Например, здесь торговали даже, я помню совершенно точно, хомячками, щенками, котятами. Можно было сюда прийти и, соответственно, прикупить. Здесь продавали газеты всевозможные. Я иногда буду подставлять фотографии, а иногда я вам буду эти фотографии за кадром накладывать. А вот если посмотреть туда, давай мы знаем, что сделаем. Сейчас вот туда зайдем. Всю свою жизнь сознательную, что я тут был, там находилась такая тумба стеклянная, в которой всегда экспонировались меха. Потому что там на углу был модный дом, какой-то там Елены Фюрс, по-моему, торговавшей шубами. Особенно сюрреалистично это выглядело летом, но я так понимаю, что эти шубы все равно покупались. Вот здесь это происходило. И вот там вот на углу, соответственно, эта тумба периодически нами наблюдалась, когда мы здесь пустили. Труба это было место встречи всех, со всех концов. Ну, то есть я, например, тогда приезжал с проспекта Большевиков. Здесь я познакомился с Мишей, который жил на Ладожской. Миша был басистом, он играл гражданскую оборону. Я тоже хотел быть музыкантом. У меня, правда, для этого ничего не было. Так у меня была акустическая гитара, а Миша мне дал электрическую гитару. Эта электрическая гитара была, соответственно, там вот лады торчали вот настолько, на три, извините, миллиметра на три, и вот так вот там было сделать совершенно невозможно. Но она подключалась. Подключалась, играли мы в один комбик. То есть все туда запихивалось. И вокал, и бас, и гитара. Барабан максимально был, вот, рабочий и хэт. Никакой бочки, забудьте вообще об этом. Вот этой всей требухи здесь, естественно, не существовало. Миша подключался к какими-то соплями, договаривался с какой-то теткой здесь. И мы выступали. Самое понтовое место было вот с этой стороны. Этих ларьков не существовало. То есть ты стоешь вот возле вот той стены и играешь там. Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Я помню, когда подошел какой-то чел и говорит, «Вы можете сыграть про плохой троллейбус?» И мы поняли, что он имеет в виду песню «Хороший автобус». Или я сам же запутался. Уехал без нас. А хороший автобус уехал прочь. Как пел наш Егорушка, царство ему небесное. Никогда. Ну, я не помню ни разу, чтобы нас отсюда гоняли менты. Но они гоняли нас из теплой трубы. То есть эта холодная труба, она не сопровождается никаким теплым воздухом. Вот здесь чего только не происходило. Ну, вообще, этот парапет, это место встреч, известный. Обычно ты здесь еще мог попасть, например, на кришнаитов. Они здесь постоянно выступали. И вообще, я помню, что мы ездили там с волной, еще с чуваками на, по-моему, на Васильевский остров, где бесплатно кормили кришнаиты. Правда, этой вегетарианской едой. Но, когда у тебя нет денег, и ты хочешь вкусно поесть, они гоняты готовы, очень вкусные. То тебе в кайф. Вот типичная картина того времени. Тут вам и водка, и шампанское, и какие-то шмотки, и так далее. И это было абсолютно нормальным. То есть можно было прикупить и затариться чем угодно. Впрочем, такие спонтанные толкучки, как я и дальше буду рассказывать, они были повсеместно, повседневно, особенно на Синой площади. Вот там была прям самая настоящая торговая клоака. Здесь же на этом пятачке продажа кукурузных палочек. Новинка того времени. Обратите внимание, что Жигуль вот просто подъехал, и никто его оттуда не выгоняет. Тоже довольно характерное атмосферное фото, сделанное вот с противоположной стороны проспекта и показывающее авторяд той эпохи. А это вид на противоположный угол, с которого мы только что перешли. Тут, в общем-то, дизайн кода, о котором я также буду говорить. Мальборо и Пепси, Альфа и Омега той эпохи во всей красе, прямо в самом центре города. Если посмотреть вот на этот угол, да, то... Ну, сейчас он более-менее спокойно оформил. Убрана вся Патавасия. В то время, конечно, ну, знаете, вообще вот дизайн кода, вот, это было не про 90-е. То есть розовенькая на красненьком, красненькая на синеньком, синенькая на зелененьком, желтенькая на черненьком. Это вот нормально. А вот здесь проходила стена. Гостинка была в ужаснейшем состоянии. Там отколупывалась просто уже штукатурка, и ее ремонтировали. И здесь вот шла такая сплошная стена, заклеенная всевозможными там газетами и всем остальным. И здесь тусовались вот все эти люди, которые сейчас, начиная с закопанных домов и войн во времена наполеонской эпохи, до вот этих вот совкадрочеров и Сталина на Шрулевой, вот они все тусовались здесь. Естественно, и на них, они все воспринимались с нами как фрики. Мы сами-то были, в принципе, фрики, но как бы, по крайней мере, у нас был какой-то движ современный прогрессивный, а вот эти вот застрявшие там в каких-то эпохах. Здесь они продавали свои газеты, здесь они, значит, устраивали какие-то локальные митинги со своими флагами, тусили. Я помню, был чувак, который абсолютно полностью увешан был вот этими газетами, он был просто как ходячий стенд. Сейчас они все переместились в интернет, и там у них идет активная, значит, деятельность. И я никогда не думал, что я вообще с этим соприкоснусь, и что вообще, оказывается, Ленина Сталина, это может быть отличный бизнес. То есть это можно монетизировать, чем сейчас многие занимаются, это личное дело каждого, я считаю. Но тогда это воспринималось как абсолютный атовизм, потому что вот здесь, на этих просторах, проходила масса митингов. Если мы даже посмотрим на различные плакаты, которые там несли люди, то мы поймем, что разброд мнений и шатание в головах было абсолютно катастрофическим. Ну вот, например, понятно, какой флаг, это, правда, напротив Казанского собора, но мы туда дойдем уже вскоре. Вот на этом фото, если взглядеться, то можно прочитать один из плакатов «Нас уничтожают кремлевские фашисты». А вот вам, пожалуйста, народ настолько устал от Советского Союза и от коммунистической идеологии, что идет с плакатами Ельцину, да. Обратная картина, народ идет с огромным плакатом с Лениным, ну и с надписями, наоборот, про ту самую коммунистическую идеологию. Еще одна особенность эпохи, это, конечно, ларьки. Они стояли, опять-таки, вот здесь, прямо с этой точки, по-моему, одна из фотографий сделана. В них продавалось, ну что в них продавалось, мапсы, сникерсы, сигареты и алкашка. Алкашка была абсолютно отвратительная. Вот я недавно ездил в Осетию, у меня есть куча роликов в Владикавказе, и мне рассказывали, что, значит, из Канады прибывали бочки спирта в Тбилиси, они стоили одни деньги. Потом эти бочки попадали в Осетию, они строили уже другие деньги, то есть уже кто-то наварился. Ну, а потом это все там разливалось и расползалось по России. И вообще, конечно, Осетия в те времена, это просто Лас-Вегас. То есть там у людей были такие автопарки. Мне кажется, в Штатах не каждому такое снилось. Сейчас это все, естественно, похерено, по понятным причинам. И что ты пил, это была, ну, как бы большая, великая загадка. Тем не менее, ты сюда приезжаешь. Значит, если никого нет в холодной трубе, да, никаких телефонов, никакого интернета, вы же понимаете, да, если нет никого, значит, в холодной трубе, ты идешь в теплую трубу. Теплая труба называлась так, потому что там есть выход из метро. Мы сейчас спустимся на секунду. Вся эта территория тоже очень сильно отличалась от нынешней. Вообще, конечно, вот современные молодежь и поттерские, они даже не представляют, в какой комфортной среде они существуют, потому что, но вот здесь конкретно, они могут ходить, в принципе, в любом обличии, и никто к ним не подойдет и не скажет, Слышь, что это, а что ты у тебя, а что ты, серега, агухи, а? Ну, все, отойдем, отойдем ты за угол. Такого, ну, не знаю, сейчас уже мало встретишь. А тогда, ну, во-первых, рассвет молодежных субкультур, все друг с другом дерутся. Дрались металлисты с рэперами, дрались антифаз фа, да. И вообще, тема скинов – это отдельная история, сейчас я ее коснусь. И вот я когда проводил экскурсию, у меня один из экскурсантов говорил, что да, он был рэпером, ходил в таких широченных штанах, нужно было ходить в широченных штанах, в таких пуховике огромные, значит, эти шапки, господи, такие, знаете, как перевернутые ночные горшки. Вот оттуда воздух теплый поступает. Вот здесь уже, мы здесь играли, но реже, потому что здесь как раз почему-то милиция вас ловила периодически, да. И вот эта труба, она уже меньше изменилась с тех пор, потому что вот если брать те ларьки, то, в принципе, она так и выглядела. То есть, видите, здесь больше простор, здесь нет всей этой туристической трихомудии. В общем, постоянные вот эти вот разборки между друг с другом, там, ты кто там, ты панк, не панк, ты там, значит, формал, не формал, ты мажор, не мажор и т.д. и т.п. Народ приезжал вообще со всей страны, сюда, на собаках, на поездах и так далее. Кстати, помню, один раз мы даже на электричке из Москвы ехали. У меня очень многое это описано в книге «Моя картина до штанги». Это моя первая книжка, самая в 2005 году вышедшая. Вот здесь была площадка, где тоже очень часто народ играл. Здесь стоял забор, точно так же вокруг здания городской думы. Перинных рядов не существовало. Была одна большая сплошная парковка, хотя, конечно, автопарк очень сильно отличался. В 90-е годы, Лада-8 и Лада-9, это прям топовый автомобиль. Совершенно незазорный с точки зрения понтов, да. Более того, очень почетный. Вот эти вот USB-колонки даже, понимаете? Я помню еще историю, как... Привет. А что снимаете? Мы снимаем про 90-е, про альтернативные. Я как раз рассказываю вот эти вот колонки, о том, как мы ходили с такими магнитофонами. Вам сколько лет? Мне 32. Ну, так, мета-46. Я кассеты коллекционирую. А, кассеты коллекционирую, это круто, да. Ну, в общем, счастливый народ, на самом деле. Да. Спасибо. Вот в мое время это была попса, а сейчас это уже такой, знаете, прогрессив, на самом деле. Действительно, да, вот эти магнитофоны, кассетные, вот это пасек для магнитофона, да, то есть, помните, этот номер КВН. У меня же вообще был, на самом деле, выпуск вот про советское действие на Академке. Нет, 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 мы не снимаем блок, мы снимаем клок. Вот. Представляете, если бы я сейчас снял бы, сказал бы блок, они бы все прибежали и сказали Божечки-кошечки. К вопросу вот о субкультурах. Совершенно точно помню, когда же они минуют-то меня. Я все жду, когда они пройдут, на самом деле, чтобы вот это вот. Э, э, чика-чи, бум, бум. Ну, вот это абсолютно не музон моей молодости. Да, мы все-таки такой. Больше любили. Ты не мог, если ты не формал, Ты не мог носить спортивный костюм Ну, вообще никак Спортивный костюм, это Исключительная тема бандовская Причем они были, вот посмотрите, фильм «Брат» Вот там это все прекрасно показано Такие фиолетовые штаны Значит, кожаная куртка Фиолетовые штаны и барсетка Вот такое И ты, соответственно, не можешь слушать Никакой там рок, тем более тяжелый Ты слушаешь в самом лучшем случае Значит Шансон Ну, и какого-нибудь там Алена Апина Бухгалтер, милый мой, бухгалтер Сейчас слушай, кстати, думаешь Вполне себе такая кондовая попса Тогда меня воротило просто Абсолютно, бесповоротно Не было пересечений И точно так же ты не мог Соответственно, если ты, допустим, не формал Ты не мог вести здоровый образ жизни То есть ты априори должен, ну, хотя бы бухать То есть ты курил, бухал Я конкретно здесь, ну, а также Сам Тами продавал марихуану Было дело Это тоже отображено в моем романе Потому что я сюда приехал в какой-то момент Встретил Машу Влюбился мне 17 и 16 Она проститутка Я такой начинающий драгдилер Только вхожу в профессию И, понятно, идеальный повод для романа Но сейчас я рассказываю все со смехом Тогда мне было вообще ни разу не до смеха Тогда я лил, как крокодильные слезы Всеми соплями своими, соответственно, ее подъезд там измазал Потому что, сейчас сюда заходим Ну, потому что я ее очень сильно любил Она меня тоже очень сильно любила И, в общем-то, ну, страсти-страсти Вот Она была просто мега красавица И так далее Соответственно, не мог ты, да, вести здоровый образ жизни Если это не формал Вот это то, что я потом в там-тамич И что перешагнул И что с помощью straight edge я себе поправил Вот Люди съезжаются со всей страны сюда Здесь они находят вписки И тут у меня был такой экспириенс, такой опыт Я, короче, я же вот Помню прекрасно Мишу Майкла У которого мы вписывались там в здании Где нынче располагается контора под названием ЛЭК Вот чисто петербургская картина Посмотрите Причем два шага от Невского Люди там вот ходят по этому Невскому Они даже не догадываются, что здесь уже начинается Настоящая изнанка Трубы Вот балкончик туда впендюренный Искусственно Раньше ты заходишь, тут, естественно Вот это все дело Все детские площадки, они предназначались Ну, отлично, для детских игр Там, в общем-то, все было для абсолютно других целей Вот видите, девочки пьют сок и спрайт Да, в наше время девочки пили другое дело Хотя сейчас тоже у нас, сейчас тоже, смотря какие девочки, конечно Если вы придете там сюда попозже, да, на эту Думскую улицу То увидите других девочек Которые пьют другие напитки И ты приезжаешь сюда и, соответственно, вписываешься Вписываешься Вот у Миши в его огромной комнате в коммуналке Там кого-то не было Я там несколько раз ночевал Мне было проще, потому что У меня родители иногда уезжали на дачу И, соответственно, все ко мне И чего там, конечно, только не было На самом деле Да, да Но была одна история, которая мне очень Вот я как-то сразу меня отпустил И с тех пор никогда вообще не парила Мне одна дама Ей было 23 года Для меня она была просто уже Ну, как бы ветеран постельных боев Она мне сказала Что, в принципе, не от размера все зависит В большинстве случаев Потому что, ну, когда тебе там 16-17 лет Естественно, ты очень сильно комплексуешь По поводу вообще всего на Мелом Свете Вот здесь, смотрите, какая красота Неземная Очередные видовые квартиры За решеткой А здесь у нас кухня Странно, кстати, не воняет Не воняет, да То есть удивительная ряда Вот, и тут я нашел, короче, в ВКонтакте Группу, которая называется Турба холодная и теплая И я нашел там фотографии Из альбома этого Мишки И потом я нашел фотографии Его уже во взрослом возрасте И подумал, боже мой Ну, он до сих пор гуляет Да, недавно нашел Да, до сих пор там, в суде всего, бухает Вообще не знаю, жив он, не жив Потому что последние какие-то нулевые года Какие-то происходят у них сборища Кто-кто в Турбе тусовался В основном там собираются те, кто уже попозже То есть сил, да То есть я там уж совсем какой-то старпер С этой точки зрения Вот, и списка Это абсолютно нормальная история У меня многие вписывались Ну, естественно, я не мог не пользоваться Тем, что у меня есть большая кровать Да, я приглашал туда людей Да, людей, женщина тоже человек Девушка тем более Ну, что? Ну, блин, ты у тебя 17 лет Ну, что? Ты думаешь, в общем-то, о двух вещах Ну, о трех вещах Секс, драк, сэкн-ролл Что вы хотите, да? Вот это место называлось в народе Казань Казанский собор Оно очень сильно отличалось по виду Оно было абсолютно такое черное, закоптелое Я, как сейчас помню Там, короче, был мужик Который просто начал реставрировать одну из колонн На своей... Не... Спасибо, да Я с ним беседовал Ну, он был энтузиаст То есть он реально приходил каждый день И там ее шкурил, драил и так далее Вот Кто бы мне сказал, что когда-нибудь его приведут в должное состояние Казанский собор, естественно, служил тоже ареной для всяких массовых сборищ О чем мы еще поговорим, когда там будем Самое главное, и это мы увидим на конкретных примерах Там не было вот этой вот решетки вокруг Но об этом чуть попозже Вот Ну и, соответственно, ты играешь Играешь ты музыку на самом деле не столько ради денег Ну, то есть, конечно, Миша там клаал кейс от гитары Что-то там народ кидал Но Больше себя, конечно, отперло, что ты вот, ну, понимаете Без пяти минуток звезда Вот еще, еще чуть-чуть Еще буквально немного Еще чуть-чуть И все Ты мне на сцене прыгаешь, скачешься Бабы твои И все хорошо Такое у тебя было ощущение Те, кто... Вот сейчас идешь, особенно вечером Эту частую экскурсию вожу И играют группы Вот, кстати, знаете, что хочу сказать? Ну, все-таки, чтобы немножко культурологическая жилка В нашей экскурсии поприсутствовала Рядом здесь у нас мостик Который ошибочно называют мост грифонов Это не грифоны Это крылатые львы У грифонов у них лица, морды, не знаю, как это называть Что у птицы, голова, да? Птичья голову у них А это крылатые львы, соответственно Немного про вышеупомянутый забор Вот очень хорошая фотография, показывающая, как выглядел угол Невского проспекта и Думской улицы Тот же самый забор в самом центре гостиного двора, только уже с ларьками Почему-то постоянно стояли очередь замороженным Но вы это еще увидите и не раз Те же самые вездесущие ларьки и то же самое вездесущие мальбора Только на этот раз напротив Казанского собора То есть тебя пер сам вот этот процесс, да И вот люди, которые сейчас собираются Вот у них, во-первых, у них очень неплохой звук Они очень неплохо играют, на самом деле Хотя они в основном это кавербанды Ну или там это группы, которые просто сюда выезжают Для того, чтобы у них наверняка есть собственный материал Но они здесь играют какие-то известные песни Понятно, чтобы им там бабло кидали И вот я на них смотрю и думаю Вот с точки зрения моей молодости Это просто, не знаю, приехал Ну что там Воскресшая Joy Division или Sex Pistols Хотя Sex Pistols, в общем-то, в большом счете было плевать на звук Ну пусть будет эксплойт Ну то есть на самом деле Для нас вот такая упаковка Это было абсолютно невозможно Это были какие-то турбо-мега-мажорские истории Там совершенно непонятные и так далее Здесь есть очень интересная тема Вот здесь, вот видите Это жилые квартиры На самом деле То, что многие как бы не считывают Абсолютно Это черный вход Тут ничего интересного здесь особо нет Кроме вот кирпичной кладки Если мы... Если мы... Да Да ничего страшного, он сейчас отлянет Да, но здесь зато мы можем увидеть, что Народ отреставрировал вот это все И здесь народ живет Он подумал, что мы ссать, что-то сюда дойдет Вы подумали, что мы ссать туда пошли или что? Нет, вы узнаете зачем Не переживайте Мы исключительно с культурологической точки зрения Там заглянули Да, то есть вот самый центр У центра не бывает Да, и народ живет Причем обратите внимание По автопарку Нельзя сказать, что здесь прям олигархи существуют Да Вообще это называется Ну вот, если посмотреть В Москве это называется Голдарейки Там тоже есть три места Вот одно на Покровке Второе вот на Китай-городе Ну там, где это... Хитровка И один за Москве еще такой вот Элемент сохранился Причем вот там вот Балконы не застекленные Вечно вот на том шкафу Вечно резина лежит Вот такого ракурса, я думаю Городской думы Вообще мало кто видел С этой точки зрения, да Можете заходить И пополнять свои инстаграмчики Вот, соответственно Играешь ты этому зло Благополучно Ну а потом Что-то там тебе накидывали Но, конечно Деньги, которые тебе кидали Это чисто на пиво Более того Это пиво, например Продавалось на выходе Помимо ларьков Им просто торговали на выходе С метро То есть бабушки Они в магазине Покупали пиво Там за какую-то сумму Приходили на выход с метро И продавали их За другую сумму И это было абсолютно Общее место Потому что В принципе Тут у Думской была толкучка И на выходе там Из гостинки Точно так же была раньше Толкучка Вот у нас иногда Встречается Я часто показываю Ну понятно Что это искусственная история Но вот Чтобы люди поняли Вообще Что такое VIP Покрытие Восемнадцатого века Это еще очень хорошее Покрытие Немного фотографии Самого Невского проспекта Уже Канувший В лету Топовый Советский Микроавтобус Производившийся Когда-то В Прибалтике Напротив Казанского Собора Едут машины Бегут Марафонцы Сейчас Ради них Перекрывают Проспекты И набережные Тогда вот Пожалуйста Хочешь участвовать В забеге Участвуй Вместе с автомобилями Забор Про который я говорил На этот раз Возле здания Думы Ну и Мальборо Куда же от него Деться Это улица Софьи Перовской На которой мы С вами вскоре Окажемся Она еще Не пешеходная Там еще Проезжая часть Но Ларьки И все Тот же самый Бренд Нас преследует А это Серега Миша И Павлик С новомодной Полу хрен пойми Какой прической То ли до То ли после Огненного выступления В трубе Если соответственно Никого нет В холодной трубе Если никого нет В теплой трубе То третья точка сбора Это климат Мы его увидим сейчас Это выход Со станции метро Канал Грибоедова Климатом он назывался так Потому что там Тоже Теплый воздух Сквозит Из Метроплитена И Кого ты там Только не встретишь И вот здесь Еще Интересно Подчеркнуть Один аспект Что Поскольку Девяностые Это Ну то есть Страна Рожалась Вот эта Пружина Она Рожалась И люди Наконец Получили Возможность Ну хоть Какой-никакой Самореализации И все это Рассвело Буйным светом Например С песни Слов не выкинешь У меня будет Еще один маршрут От Горьковской Где я покажу Печально известное Общежитие Номер четыре Где до сих пор Живут Иностранные Студенты Это Рассвет Конечно Не нацизма Во всех Его проявлениях Причем Самых разных РНЕ Все эти Бракашовцы И так далее Эпоха Чеченских войн Абсолютная Исламофобия Сто процентная Кто бы Когда-нибудь Сказал Что Значит Кадыров Который Некогда Воевал Против Наших солдат И В этом Никоим образом Не стесняется Признаться Будет Взглавлять Вот эту Чечню И посылать Свои войска Для спецоперации Против Как бы Других Бывших Членов Советского Союза Тогда это было Абсолютно Немыслимо Дальше Постоянные Постоянные Разборки Вот этих Вот персонажей То есть Ты идешь И видишь Как идет Группа таких Молодых людей Они прямо Сканируют толпу Они сканируют толпу Для того Чтобы выявить Там Некого Не очень Русского Человека И что дальше Может происходить Это уже Одному Могу Известные Его могут Там куда-нибудь Завести Или там Проследить Где-нибудь Подловить И прочее И вот Сейчас Когда ты Наблюдаешь Например Молодых Людей В Мартинсах Там В косухах И прочее Совершенно Общение Обязательно Что это Какие-то Скины То есть Я вот Столкнулся С этой Историей И Как Все Смешалось В доме Облонских То есть Ну сейчас Вообще Например Спортивный Костюм Вот идет Человек Спортивный Костюм Может быть Кто угодно Он может Быть Спаспмен Он может Бандит Он может Быть Неформал Он может Быть Там Еще Черт В ступе А тогда Нет Извините Как я Только что Сказал То же Самое Атрибут Вот Этого Ну Уж Дойдем До Этого Лени Толкаться Не очень Люблю Честно говоря Невский Проспект С точки зрения Экскурсионной То есть Группу Здесь вожу Редко Потому что Огромные Толпы Людей Я стараюсь Если я Сюда Кого-то Ввожу Свою Группу А у меня Там Может быть Там 50 Плюс Человек То Какие-то Маленькие Отрезки Соответственно Посвящать Невскому А дальше Нырять Во всевозможные Дворы Ну вот Один из Рассказывая То, что Я сейчас Рассказываю Все-таки Тут есть Понимаете И Кутузов И Барклайд И Казанский Собор И миллион Сюжетов Плюс у меня Целый путеводитель Написан Про Невский Проспект Где там Про каждый дом Можно Значит Вычислить Вот это место Оно служило Конечно Постоянным сборищем Митингов И прочее Не только Баркашовцы Но Это еще Рассвет Еще Вот этого Лимоновщины Назболов Которые Тоже Здесь присутствовали Можно было Спокойно Абсолютно Забраться На Колонаду Казанского Собора И Начать Там Что-то Вещать То есть Сейчас С этим Все очень Жестко Потому что Огромное Количество Полиции Сейчас У нас Еще такая Структура Как Росгвардия Тогда На самом деле Счастье Даже несчастные Менты Потому что Они Денег Практически Нет В стране Они Бюджетники Вот здесь Совершенно Спокойно Сидишь Там С гитаркой Себе Что-нибудь Ваяешь Поешь И Никто Тебя Вообще Не гоняет У меня У самого Есть фотография Где я Правда Такой Приличный В белых Штанах И пиджаке Это Специально Для фотосессии Надел Стою Так Околонну Значит Опершись Потом Даже У меня Был клип Что-то Мне порался Мы снесли Но если найду Я там Англоязычную версию Кусочек Подставлю Мы тут Девчонок Снимали Прямо вот здесь На песне Лицо Северной столицы Вот И можно было Совершенно Спокойно Митинговать Ну как Спокойно Конечно Рано или поздно Это могло К чему-то Привести Но я Очень часто Приезжаю И тут Какая-то Тусня Понимаете Что за Тусня Даже Непонятно Плюс Сектантство Это Значит Всякие Там Свидетели Еговые Саентологи И прочее Какие-то К тебе Могут Подойти Значит Молодые Не очень Люди Начать Тебе Задвигать Какие-то Истории Совершенно Не обязательно Сначала Про Бога Вообще Там Из-под Воль К тебе Заходить Они были Очень неплохие Психологи И прочее А вот здесь На этом Пандусе Вообще Вот эта территория Она Вот сейчас Она абсолютно Многолюдна Для меня А тогда Это была Какая-то Тихая заводь Я не знаю С чем это было Связано Но здесь Очень было Мало людей Здесь было Кольцо Троллейбуса Но оно Вроде сейчас Кольцо Но здесь Сейчас троллейбусы Не стоят А раньше Когда ты приходишь Здесь стоят Два-три троллейбуса Даже фотография Сейчас подставлю И все И практически Никого И ты можешь Здесь сидеть Вот эти все Ступени Они были абсолютно Раздолбаны В них были Такие щели И я там Хранил марихуану Прости господи В прямом смысле Этого слова Ту самую Которую я насобирал С Серегой В Москве Мне было 17 лет Сереге было 23 года Сейчас я подставлю Фотографию Где идем Значит Я, Серега И Миша Мы идем Вот у Сереги Был абсолютно Какой-то Фантастический дар Он, во-первых Этих бабушек Разводил на пиво Каким-то образом И потом Ну, когда у него Деньги появлялись Он им отдавал И они это знали Ну, он мог взять У них в долг Ну, и плюс Вообще Классическая тема Мы избалованы тем Что ты можешь Билет на самолет На поезд Купить вот так вот Тогда, чтобы купить билет Тебе нужно приехать на вокзал Либо в железнодорожной кассе Которая, кстати, располагалась На канале Грибоедова Центральной железнодорожной кассе Вот И вот мы, когда ездили В Астрахис Собирать, значит, этот продукт Пеньку хотели делать Да, да И спинки канатые, конечно И продавать англичанам Для парусного флота Исключительно ради этих целей И вот мы, значит, оказались По-моему, в Волгограде На обратной дороге Да, и билетов нет Ну, просто вот вокзал Все скачут Вокруг кассы Толпа Мы приехали И я понимаю, что все Мы нахрен никуда не уедем И Серега уходит И приходит с двумя билетами Я говорю, как ты это сделал? Говорит, я просто спокойно Подошел к кассе Попросил два билета И мне продали Ну, правда, это были такие два билета То есть это были билеты в общий вагон Который был Общий вагон Но при этом он был переполненный И иногда, значит, люди менялись В тамбуре В тамбуре была открыта дверь То есть едет поезд Дверь открытая Чтобы можно было продохнуть И люди менялись Чтобы выходить в тамбур подышать Потому что жара стояла невыносимая Ну вот, видите, сейчас стоит троллейбус Один одинешенек Вот здесь А раньше они стояли вот там Вот с той стороны Вот это место Потом Сталин, как я выяснил Некоторые неформалы называют подковой И мы так его никогда в жизни называли Ну, я не слышал такого названия Это какая-то более поздняя придумка Но, естественно, тут тоже тусил И это Для нас это все было Казань То есть И это место в том числе Кстати, не все же считывают Что главный вход-то в Казанский собор Вот здесь По Невскому там идти То есть тот вход, который с Невского проспекта Он, так сказать, альтернативный Воронихин его развернул Чтобы, ну, логика Как бы сейчас сказали Какое-то модное слово-то Урбанистическая логика бы не терялась Вот И ты, соответственно Живешь этой жизнью В абсолютно Особым инфопространстве Потому что люди Общались Например Давали Объявления в газету Сорока Ну, то есть вот Это был такой Ну, как бы сейчас говорят чат То есть ты реально Ты пишешь письмо С какими-то посланиями Отправляешься Раз в неделю Сорока выходит И ты там это собираешь И читаешь И эти сорокоманы Они собирались На какие-то свои тусовки Слышу играет коровий шут Горшок где-то там На небе улыбается Своим беззубым ртом Вот этого всего тоже не было То есть вот спокойно Можно было здесь пройти Естественно Люди спокойно сидели На газонах Сейчас здесь нельзя сидеть Потому что Ну, тут вам не Европа Вы приедете В гейскую Францию И видите, что там Где угодно На любом клочке зелени Сидят там даже Какие-нибудь Клерки В обеденный перерыв И едят свой ланч То есть там это нормально У нас Ну Так нельзя Более того Я этого не видел Но я нашел фотографию То есть Чуваки рассекают На байдарках По этому фонтану Не в такой дом книги Ты, естественно, не ходил Потому что у тебя Не было денег На книжки Книжки в основном Ну, сначала ты читал Библиотеку свою Прошаривал Потом ты брал У знакомых Ну, а потом ты ходил На толкучки Которых был вагон И маленькая тележка И там их покупал И я Что характерно Я вот об этом не сказал Когда я рассказывал Про Советское детство На академической Я там нашел фотографию Вот внутренних интерьеров Дома книги Той эпохи И там есть Очень характерная деталь Там книжки Они В основном Они все Значит В стеллажах Под стеклом Закрытые Либо Они И вот там Вот здесь прилавок Стоит предавщица А и за ней Потому что В основном Ты не мог подойти Книжку потрогать Тебе нужно было Ее попросить Это я к тому Что не было принято Еще даже В Советском Союзе И в 90-х Это тоже еще Не распространено Вот я когда Помню совершенно Точно Я смотрел Фильмы Видеосалона Сейчас мы про это Еще поговорим Я не удумевал Как они Не боятся Допустим Овощи Фрукты Продавать Вот стоит Лоток Где все Увешенное И никого То есть Ты берешь Заходишь в магазин И покупаешь Первая мысль Которая тебе приходила В голову Это стырит же Настолько Переформатировалось Сознание С того времени Что Вот мы Теперь Совершенно спокойно К этому напусимся Сейчас мы подойдем На переход Пешеходный Вот теперь Тут просто Понимаете Спашные рок-концерты Причем С таким Действительно Саундом Ну На заглядение С таким Репертуаром Что тут Можно Услышать Как короля Шута Так и Какого-нибудь Там Не знаю Блин Дима Билана Но в таком исполнении Абсолютно роковом Что Зашатаешься Видеосалоны Это была отдельная Печка Значит Видеомагитофон Он только входил Вообще Ну В моду Не так много Где можно было Это все дело Посмотреть Были советские Видеомагитофоны Но сейчас Сынились японские Но Когда ты покупаешь Видеомагитофон Тебе же еще надо Ну Что Смотреть И поэтому Ты Гоняешься За видеокассетами И были Видеосалоны Это Такая история То есть Чуваки снимают Помещение Кстати Там телевизор Ледва Сверху Значит Видеомагитофон И Кассета Я думаю Те Кто в Голливуде Следили бы За копирайтом Им охренели бы От этого Что ты Можешь просто Включить кассету И брать с людей Денег На этот счет Ну или Как вот Небезызвестный Там допустим Дмитрий Юрьевич Пучков Он же переводил Фильмы Их продавал То есть С точки зрения Современной Вот политики Да Авторской Это просто Это Двойное Приключение То есть Мало того Что ты не заплатил Ни копейки Правообладателю За то Чтобы перевести Этот фильм Так ты еще Как бы продаешь И получаешь За это деньги Но вот Эпоха Это позволяла Делать Совершенно спокойно Пойдем направо То же самое С музыкальными носителями Значит В основном Были кассеты Кассеты Ты Переписываешь В ларьках То есть Ты покупаешь Кассету Чистую Либо Ты можешь Там же В ларьке Эту чистую Кассету Купить И отдаешь На запись И тебе За деньги С кассеты На кассеты Переписывают И поэтому Музыки Молодцы Места Облизал Облизал Она же у него Не исчезает Такой его знает Маштон Слушайте Вот Понимаешь У них Камбы У них Как бы Монитоны У него Бочка Такая Плоская Ну это же Просто Коспус Для нас Да Вот И соответственно Когда ты Эту кассету Получаешь Ты ее Ценишь Она Обладает Какой-то Иногда Даже Каким-то Сакральным Значением Вот здесь Огромное Количество На самом деле Иллюстраций Здесь связано Тут И здесь Раньше Стоял Стенд И Здесь Продавали Мороженое За которым Очередь Стояла И вообще На самом деле Улица Это Ну это Вообще Улица Софьи Перовской Изначально Ну в смысле Изначально Изначально Это Малоконюшина Потом Она в Советском Союзе Зазывалась Софьей Перовской Она была Точно так же Проезжей Здесь ездили Автомобили Знающие люди Были в курсе Чем она Славна И я вам Это Чуть позже Покажу Сейчас мы С вами Нырнем Еще в один Двор Вот сюда Мы тут Когда ходили Я спрашивал Про всякие развлечения Я понял Какая у меня Сплошная Интеллигенция Да Помните Спички Вот так По слюнями Зажечь И подбросить К потолку Она так Сжигается Все подъезды Были Соответственно Этими спичками Горелыми Утыками Некоторые Жгли Кнопки В лифтах Такая Водосточная Труба Глазенькая Прекрасная Это нонсенс Если есть труба Ее обязательно Надо плуть Ее обязательно Надо разломать То же самое С Будками Телефонными Как Какой-нибудь Там Футбольный Матч Или рок-концерт Все Хана Всем Водосточным Трубам Хана Всем Телефонным Будкам А прокинут Разобьют Погнут Циркумференция То есть На самом деле Мы сейчас Выйдем с вами К Собору Святого Петра Павла Петеркирхи Как его называют Видите Такой романтичный Пролаз Фонарь И вот Претрасающая Надпись У меня Впереди Моя любовь А у меня Гашиш Почему-то С мягким Знаком Может быть Он имел ввиду Какой-нибудь Глагол А у меня Гашиш Ты меня И прочее Вот Но я гашиш Не продавал Я Занимался Более Так сказать Безобидными Вещами В этой церкви Ну у меня есть Отдельный вообще Выпуск Где мы гуляем С пастором В этой церкви Вот как раз 90-е годы Наконец Начали превращать Ее из бассейна В церковь Потому что Здесь Реально был Бассейн Я вам сейчас Подставлю фотографию Где видна Как раз Вышка С которой прыгали И она стояла В алтарной части Я вот сейчас думаю Пойдем вернемся Хочу показать Там Один 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 еще Подъезд Не очень парадный Также Вот Я кстати Я с этим столкнулся В какой-то момент Я понял Блин Это был момент Когда я понял Что Вот это Поколенческую разницу Да Ну Как бы Когда Ты Общаешься С представительницами Слабого пола Которые там На 20 А то и на 25 лет Младше Случайно в образовательных целях Не подумайте Да Я только Я только В этом отношении Вот То Соответственно Боже Это Раскольников Что ли Это Раскольников У вас Да Действительно Ой А вы Сонечка У вас экскурсия Нет Да Здравствуйте Я ваш большой фанат Спасибо А я вот Ваш теперь большой фанат А что у вас такое Расскажите Это спектакль У нас Уличный А уличный спектакль Да Люди надевают Наушники Это называется Иммерсивный Что-то там Тра-та-та Да Мы как-то гуляли Мы видели Да Тут тоже А какой у вас маршрут А это как Достоевскому Иной метод Тошение Нет Перспективе Человек будущего Федя вернулся С этого Да Ну слушайте Ну круто Да Прекрасные Красивые девушки Замечательные молодые люди Успехов вам Спасибо Да Да Давайте Так вот Слово хабарик Народ не понимал Что такое слово хабарик А что такое хабарик Или хабец Да Как ты Говорил Значит Ты Ну На сигарет Денег нет Кстати Сигареты поштучные В 90-х годах Это абсолютно нормальная история Да Ты идешь И либо ты собираешь этих опцинок Кто-то покурил Выкинул Я как сейчас помню Что вот там Машенька моя Или там Наташенька Они так Брали так немножко помадку Так ее так это Пальчиками почистили Да Вот сейчас вот да Вот кажется Боже Как это можно Очень просто Это можно На самом деле Совершенно Вообще Вот я когда Знаете Я очень часто Вот Наблюдение Рассказываю Что когда Короче Был у меня проект Для одной Значит Прекрасной Дамы Которая торгует Вип-ювелиркой И она открывала Свой салон И приглашала Там своих клиентов И она меня попросила Соответственно Прочитать Ну такую не лекцию Просто рассказать Про аристократов И мы с ней должны встретиться Обсудить Я еду на велосипеде Обсадываю Мучусь к ней Она мне звонит Говорит Кофе будешь? Я говорю Да буду Она такой Значит какой? Капучино На каком молоке? Просто То есть понимаете Вот Ты заходишь Вот такой В спортивном костюме Зататуированный Бородатый мужик В бейсболке Заходит И просит себе Латте На Кокосовом молоке Девушка говорит Вам на каком молоке? Я говорю Девушка Мне в 90-х За это Такой вопрос В рыло бы дали За каком Мне молоке Блин Вот То есть Как семья изменяется Сейчас сюда не попасть А раньше Это был открытый Подъезд У моего приятеля У Кирилла Большой ему привет Он Сейчас опять Вернулся в свой Бостон Папа здесь Жил на последнем этаже Ну а Больше Конечно Это парадный Парадный подъезд Как хотите Называйте Был известен тем Что здесь жил БГ Есть фотографии Где там Все нахрен Спещрено Надписями Я К сожалению Надо бы купить Эту книжку Была такая книжка Путешествие Рок-дилетант Александра Житинского Там есть фотография Ну плохой скан Какой нашел Где он сидит Как раз В этом подъезде То есть Это вот одна Из Ой смотри Это еще Такая Раннесоветская Крышка Канализация Жилищного союза Ленинграда 20-х годов Люк Ну не дореволюционный Но все ж таки Сейчас кстати БГ Он же у нас какой Не рукопожатный Типа нацпредатель стал Как и Юрий Шевчук Юрий Шевчук Сказал что Родина Это не пятая Точка президента Так что Не вздумайте Говорить что Она не пятая Точка президента Можно говорить что Она пятая Точка президента Тогда я думаю Тогда проблем Не будет Никаких Вот А БГ на тот момент Уже Ну для меня Уже это была Не та музыка От которой я фанател То есть Конечно уже Это начинается Рассвет альтернативной Культуры Вот Всякие там Уже пошли На иночные илсы И прочие Замечательные ребятки Ну а В Петербурге Это конечно Вот волна там-там И вот эти ребята Которые пели Король и шут Они же даже Ну не знаю В курсе Где и как Король и шут начинал И Ты как Вот Мне сложно Передать Это ощущение В каком Ты пребывал Но вот У меня У меня Наверное Это с тех пор У меня вот это зло Я же все время Вот я не вписываюсь У меня самый частый вопрос Типа Пересты За кого За наших Или за ваших За дебилов Я хочу спросить Ваших и наших Или за кого Дело в том Что вот меня все время Угнетала Эта догматичность Что ты вот Если ты В альтернативной культуре Ты должен обязательно Там пить, курить И прочее Почему ты не можешь Совместить там Спорт и панк Да Я этого не понимал Потом точно так же Я пытался совместить Там Клуб читать модно Тоже со спортивными Какими-то увлечениями Значит Ну вот вечно Понимаете Вот я Вечно я пытаюсь Как меня обвиняют Сидеть на двух студиях Смотрите какой Романтичный проход Сейчас мы сюда Пройдем На самом деле Это никакая не попытка Сидеть на двух студиях Это просто попытка Широко смотреть на вещи И не упираться лбом В какой-то один Единственный концепт И не быть приверженным Ему всю свою Сознательную жизнь А вот это кстати Друзья мои Я не исключаю вариант Что это какая-то Старая История Откуда-то поднятая Какой-нибудь старый Сливной Или что-нибудь Личок Я не знаю Как он здесь очутился А может быть и нет Не буду Говорить И вот здесь это особенно Ощущалось Конечно Потому что В 90-е годы Они абсолютно Деструктивные Чего что-то говорить Хоть они считаются Сейчас Самыми Светлыми Прогрессивными Демократичными И так далее Хотя Я например Сейчас покажу Фотографию Где написано Что не взоров По-моему там Агенции Как и ПСС Или прочее То есть Как вообще Такое кому-то Могло в голову Прийти Давайте Видим То есть Чем старше Я становился У меня Так вот получилось Что вот Эта вся История С Невским И так далее Она пришлась Больше На то Время Когда я Учился В училище Потом Когда я Уже Поступил В институт Ну он тогда Был переименован В университет Слушай Это что В пышечную Такая Нифига себе Эту тетку На самом деле У нее там Да Ее реально Там ее Чуть ли не утяги Ставили На живот Пытались отжать Она не отжалась И вот какая Молодец Какая заинька Вот По поводу Понтов Расскажу вам Историю Про это место Значит Привет Сенеку С которым Мы заканчивали Променад Ну и от Грибыча До Нары Есть у меня Экскурсия По Лиговке Там я рассказываю Примерно Про эту же эпоху Только уже В размере Культурной Тусовки Конкретно На примере Не столько Даже клуба Грибоедов С которым Я меньше Мел отношения А столько Клуба Гора Которым Я больше Мел отношения Сенеков Работал Риэлтором Его попросили Значит Ну какие-то Очень крутые Дяди С каким-то Огромными Там По денежным Историям Сделкой Ну Алексей Попробуйте нам Подсказать Какое там Нужно заведение Найти Ну такое Поприличнее Чтобы мы там Могли наконец Приехать Все договориться Разрулить Потому что Ну никак Не можем решить Значит Ну потому что Один Хочет продать За дорого Но очкует А второй Хочет купить За дорого Но очкуешь Каждый Боится Что один из них Кого-то там Кинет Ну и значит Все говорят Да хорошо Дал им адрес Вот они приезжают В эту пышечку Там даже документы Было не разложить Но они Таким счастьем Они нажали С этих пышек И Ну потому что Все же Собственно Из советских времен И в конце Один такого Говорит Второму Я не знаю Лежат ли там Вряд ли сейчас Там лежат Такие салфетки Раньше салфетки Были знаете Такие глянцевые И невозможно Было ничего вытереть Ну бумажка Ну это именно Такая глянцевая бумажка Один такой Говорит Смотри По губам Этой глянцевой бумажкой Вот Поэтому Хотел на самом деле Завернуть сюда В шведский переулок Уже рассказать Про Сесилию Но это уже Все таки Больше нулевые Это будет наша тема Отдельная История Да И Деструктивные 90-е Закончились Я естественно Рассказал не все Я рассказал то что Вспомню Потом я закончу Вспомню что Еще что-то Не дорассказал Может за кадром Добавлю Пойдем вот здесь На променаде Который замечательный Видим И когда пришли Нулевые года Ведь реально Было ощущение Что страна Избавилась От этого кошмара Что у нас Наконец появился У руля Человек За которого не стыдно Что он может Выехать За границу И не упасть Пьяным с трапа И не будет Там танцевать Значит В пьяном угаре И так далее Никто В тот момент Не мог Даже предугадать К чему мы Например Придем сейчас И как Ситуация Может поделить Всех Начиная с Шевчуков И Гребенщиковых И всех Остальных Людей Которые Тогда Начинали В том числе Даже Гоблины Которые Простите Переводил Голливудские Фильмы И на этом Делал Деньги То есть Вот тогда Им скажи Я думаю Вряд ли бы Они поверили Поэтому мы Не знаем Что будет Через 20-30 лет Но я думаю Что 90-е В том виде В котором Я их знал Они не вернутся Точно так же Как не вернутся В советские времена Об этом Я говорил И обоснул Почему В своем ролике Про советское детство То же самое С 90-ми Они могут вернуться Только в каких-то Ипостасях Там Бандитских В нищете Определенный Определенных Слоев населения Но вот Того Что происходило Тогда Уже не будет Просто в силу Того Как изменился Мир Даже С точки зрения Медийной Инфраструктуры То есть Сейчас конечно Гораздо больше Доступа к информации И гораздо проще С помощью вот этих штук Вам делать Массу всего Ну вот Это такой у нас Сегодня Достаточно необычный Не очень Краеведческий Тур С точки зрения Классического Экскурсоведения Но Это уже тоже История Своего рода Которую иногда Хочется рассказать И как я выяснил На собственном примере Она Крайне Интересна И крайне Трогает Большинство людей Поэтому Вы можете Написать в комментариях Какие у вас Ассоциации С 90-ми годами Какие у вас Можете рассказать Какие-то самые Огненные истории Из этой области Ее ведет Когда самостоятельно Начинает банить Людей Которые Этого совершенно Не заслуживают Экскурсии мои Не только Такого плана Но и более Все-таки Погруженные В историю Проходят В Петербурге В основном Они проходят Под пятницей вечером Субботу Воскресенье Днем Возможно Какие-то будут Еще дополнительные Либо в четверг Либо среду Вечером Очень много вопросов Когда я приеду В Москву Не знаю Но надеюсь Что рано или поздно Доеду Летом Я как-то Привязан К собственному городу Много людей Сюда ездят И очень сильно Расстраиваются Если они приехали Особенно во время Укенда А меня тут нет Я не могу Так Своих зрителей Своих поклонников Обижать Поэтому Стараюсь Все-таки Здесь присутствовать И радовать их Своими турами Ну и Что Уже Третий тираж Третий тираж Путеводителя Миневский с Персин Пошел В народ Причем Продал я Продал я Самостоятельно Без каких-то посредников Так что Ну это Это лучший Как бы Показатель Для того Что книга Востребована Очень хороший Фидбэк От нее Ну про нее Я имею ввиду Не менее Соответственно Все прекрасно Обстоит Книга По первому Время Роско-японской войны И про мой Соответственно Острый социальный Роман Корень На этом все Друзья мои С вами был Гид Павел Перец Пишите комментарии Увидимся Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова